Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня в эфире «Город женщин». Сегодня пятница, 18 мая. И в этот прекрасный солнечный день вас приветствуем мы, Серглана Амосова, Юлиана Ким и я, Мария Павлова. Сегодня Международный день музеев. Во всем мире пройдут интереснейшие мероприятия. А что же подготовили нам наши музеи, мы узнаем из первых уст. Семейные ценности – это самое главное. Как сохранить семью и оставаться друг для друга интересной всю жизнь, нам сегодня расскажут наши сегодняшние гости. Самые интересные гости, увлекательные сюжеты – все это в ближайшие 50 минут. Оставайтесь с нами, всем доброго дня, а мы начинаем. Наверняка многие из вас заметили наши красивейшие цветы, в которых мы устраиваем частенько фотосессии после наших эфиров. Вы тоже можете украсить свои фотографии такими цветами, а просто нужно обратиться в инстаграм-магазин «Золушка ЕКТ», который вам может предоставить такие красивые интерьерные цветы на продажу и в аренду, и будет вам цветочное счастье. И не только цветочное. Этот магазин – настоящая находка для родителей маленьких принцесс. Это я вам говорю как мама. У меня дочка в этом году заканчивает детский сад, и платье я хочу купить именно в магазине «Золушка ЕКТ», потому что у них очень удобный сервис. Платье можно выбрать в инстаграм-аккаунте, и то, что вам понравилось, вам привезут на примерку прямо к вам домой. И мне кажется, это очень удобно. Можно выбрать несколько и примерить у себя дома уже. Да, да. Это очень удобно. А далее мы предлагаем нашу самую любимую рубрику «Фабрика идей» Сильяны Ким. Еще раз добрый день, дорогие телезрители. В сегодняшней рубрике «Фабрика идей» я хочу вам рассказать, у нас лето не за горами, как сделать летний свежий в морском стиле браслет на руку. Я его буду делать из полимерной глины, буду катать вот такие вот бусинки большого размера. Для этого нам понадобится полимерная глина синего и белого цвета. Далее эластичная нить, специальная такая для бисера, которая тянется. Красные бусинки маленького размера, плоскогубцы, щипчики, канцелярский нож, вот такая вот есть специальная скалочка для полимерной глины, ножницы, ну и вот такие вот специальные подвесочки, чтобы украсить наш браслетик. Также нам понадобится губка, зубочистки и влажные салфетки. Влажные салфетки нам нужны для чего? Для того, чтобы, ну, во-первых, начинайте всегда разрабатывать глину со светлых тонов. Салфеткой предварительно очистите руки, потому что глина впитывает в себя все грязь, все ворсинки, поэтому надо будет сначала руки обработать с влажной салфеткой или помыть. Вот такую вот глину, да, я ее скатала в шарик предварительно. И сейчас я начну ее раскатывать вот таким вот образом, как тесто. Это нужно для того, чтобы нам сделать ровные круги. Они у нас, наши бусинки должны иметь одинаковую форму. Поэтому нам понадобятся вот такие вот каттеры, которые продаются в магазине хобби. И мы начинаем вот таким вот образом. Как печей. Да, вырезать формочку, убираем лишнюю. Лишнюю убрали. И у нас получаются вот такие вот диски, да? Эти диски мы начинаем скатывать в шарики. Вспомните, вспомните урок труда, как вы из пластилина лепили что-либо. Вот получаются вот такие шарики. Так. Эти шарики, прежде чем поместить в духовку, нужно будет сделать отверстие. Для этого мы сверлящим движением руки с помощью зубочистки начинаем прокручивать. С одной стороны и с другой стороны. Вот. Вот таким вот образом. А для чего нам нужна будет губка? Губка нужна для того, чтобы с помощью зубочистки поставить наши шарики, чтобы они у нас не катались в духовке, а все стояли на своих местах, да? Как здорово. И теперь можно сделать не обязательно синий, только белый, да? Мы сейчас сделаем одну хитрость. Я раскатала вот такую маленькую колбаску. И мы просто начинаем ее закручивать вокруг белого шарика. Вот таким вот образом, спиралькой. Сейчас вы увидите, что получится. Тоненько-тоненько. Вот какая хитрость, оказывается, да, чтобы сделать узор. Да, да. Так. Морской стиль же у нас подразумевает полосочки, да? Вот, посмотрите, что у нас получилось. Теперь мы просто начинаем все это скатывать. Еще раз. А, я думала, ты так все оставишь. Нет. И вот у нас получился вот такой ровный шарик. Но зато он стал у нас уже двухцветный. Полосочку, да? Белый-синий. Мы его тоже насаживаем на зубочистку. Так. С одной стороны. И с другой стороны. Но аккуратненько не надавливай, потому что грина очень мягкая. Она может потерять форму. Как пластилин, да? Да, да, да. Она как пластилин. Вот, все. Мы насадили. Так. Первый этап у нас пройден. Я сделала заготовочки. Я выпекла предварительно вот эти же шарики, да? И посмотрите, они у нас стали твердыми. Ммм. Они у нас с отверстиями. Как пластмассовые. Да. Поэтому мы берем эластичную нить, которая тянется, и начинаем нанизывать наши бусинки. По цветам. Вот у меня есть еще синий цвет я сделала. Синий. И такой же у нас получается полосатый. А между ними, для того, чтобы у нас браслетик был красивым, все-таки, да? Значит, мы сделали, вот нанизали белый цвет. Затем нанизываем, нанизываем красную бусинку. Так. Потом синий цвет. Затем полосатый. Затем, вот мы взяли же вот эту подвесочку, да? Ее одели на колечко с помощью круглогубцев. Для того, чтобы она у нас была подвижная. Подвижная была, чтобы она у нас болталась вот так. На браслетике. И таких мы подвесочек где-то 2-3 штучки. Ну, а потом, что у нас получилось, я покажу в конце передачи. Как всегда, в конце мы узнаем. А мы продолжаем наш эфир. И, как ни крути, самое главное в нашей жизни – это наша семья. Если тыл надежный, то и все остальное спорится легко. Этому подтверждение наши первые гости. Семья Чеша Анна и Константин, которые совсем недавно сыграли фарфоровую свадьбу. Это 20 лет семейной жизни. Добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня сегодня не одни. Здравствуйте. С нами Алеша и маленькая Сонечка. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас от всей нашей команды поздравляем с фарфоровой свадьбой. Спасибо. Все-таки 20 лет. Могут друг обок прожить действительно по-настоящему любящие, доверяющие другу люди. Так. Думаю, тоже правильно согласна с вами. Давайте вспомним, вот как зарождалась ваша любовь, ваша семья, как вы познакомились. Давайте, Константин, у вас спросим. Долго ухаживали за Анной? Да, ну почти целый год. Год ухаживал. Вот после, после этого решили расписаться, узаконить свои отношения. Настоящий мужчина добился своего, да? Да. Как вы познакомились с Анной? Давайте вспомним. Ну, я приехала с подругой в Якутск поступать. Откуда? С Солёкминска. В медколледж. И подруга как-то позвала меня, говорит, давай сходим, у меня здесь брат живет двоюродный в Якутске. Сходим в гости. Ну вот, брат оказался моим мужем будущим. Сначала мы пришли в гости, потом он стал ко мне ходить уже, когда я поступила, начала учиться. Здорово. А сейчас вас в семье сколько, вот спустя 20 лет? Пять человек. Старший сын у нас учится в Санкт-Петербурге. Студент уже. Да, студент в Санкт-Петербурге на втором курсе. Институт кино и телевидения. О, молодец какой. Младший у нас Алёша. Какой класс? Пятый. Нет, давайте дадим Алёше микрофон. Алёша сам расскажет, да? Алёша, ты какой класс? Я пятый класс. Учусь я на отличника. Молодец. Какая-то она отличная. Чем занимаешься, кроме учебы? Очень часто играю с друзьями, футбол. Мне очень нравится играть в эту игру. Молодец. Давайте еще спросим Сонечку. Сонечка, чем ты любишь заниматься? Я люблю... С мамой, папой. Я люблю лепить с мамой. Что ты лепишь? Пирожки. Спасалась Лина, да? Пирожки. А, пирожки. Пирожки Лина. Очень любит стряпать. Я очень часто стряпаю. Ну и, конечно, без помощницы никуда вообще. Молодец какая. Ну, главное, мамина помощница, девочка единственная. Да? Кнопочка. А вот расскажите, пожалуйста, в чем же секрет семейного счастья за 20 лет? Вы узнали его? Ну, это, наверное, большая работа. Работа и мужа, и жены. И до сих пор мы над этим работаем. Ну, самое главное, друга понимать, слышать, слушать, взаимопонимание, конечно. И все вопросы семейные надо всегда вместе как бы обсуждать, решать, уступать где-то друг другу. Чем-то уступать. А в вашей семье кто уступает чаще всего? Чаще всего я, наверное. Ну, я, наверное, более вспыльчивая такая. А какие у вас есть традиции семейные? Ну, самое главное, на все праздники мы всегда справляем дома. Дома, вместе. И еще, наверное, самое главное, ужин. Всегда вместе ужинаем. Всегда друг друга ждем. Всегда вместе садимся за стол. Нет такого, чтобы кто-то там покушал, кто-то потом, да? То есть пока папа не придет с работы, вы не ждетесь за стол. Да, всегда ждем. И дети знают, что... Всегда ждут меня. Все вместе садимся. Папа. Здорово. И папа тоже знает, что дети сидят голодные. Да, да, да. Ну, как же чудесно приходить в дом, где тебя ждут. Это же есть настоящая часть. Здорово. А вот самое главное событие, может, яркое событие в вашей семье. Давайте вспомним, какое было. Ну, яркое, наверное, это рождение детей. Рождение детей, конечно. Сначала мальчики родились. Папа, пап. Очень хотели девочку. И вот, когда у нас, конечно, дочь родилась, это огромное счастье. И уже старший ребенок был, взрослый, в общем-то. И очень хорошо помогал нам с Сонечкой. Ну, это наша принцесса. Здорово. А какие еще традиции у семьи Чеша, мы узнаем сразу после рекламы. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами. Добрый день, дорогие телезрители. Еще раз приветствуем вас в городе женщин. И напоминаем, что у нас сегодня в гостях семья Чеша, Анна и Константин, которые совсем недавно сыграли фарфоровую свадьбу. 20 лет. И мы до рекламы обещали о том, что еще поговорим о традициях вашей семьи. Еще какие традиции есть? Ну, летом обязательно выезжаем мы на природу. На несколько дней даже с палатками, со всеми атрибутами. Прямо жить переезжаете, да? Да, на два дня буквально жить. Дети очень любят эти дни и ждут, когда мы поедем. Ждем, когда теплая погода у нас в Якутске настанет, чтобы съездить можно. А какие места посоветуете самые хорошие? В общем-то, далеко не ездим. Пусть хатын куда-нибудь туда, в те края. Не так далеко от города. Там рыбалку рыбачите? Или просто на природу? Нет, просто на природу. Для прикосновения с природой, с прекрасным, да? Мы знаем, у вас частный дом, да? Вы, Константин, наверное, вопрос к вам. Когда вот работаете, наверняка там дел не в проворот всегда, да? Сыновей с собой берете? Да, конечно, обязательно. Помогают. Что делают? Чем помогают? Все помогают, абсолютно там что-нибудь. Дрова. Поливать. Ну, дрова нет, таз, кабыгас. Самые главные помощники они у нас, да? Поливать, да, огород туда-сюда. Брать территорию, да? Что сажаете? Большой огород у вас? Огород большой, садим все буквально, вплоть до картошки. Значит, вы осенью еще и заготовочки делаете? Обязательно все. Здорово. Банки все у меня, все закрутки. Вот моя помощница теперь, она буквально с детства ползала уже со мной по грядкам. Без нее никуда. Зато все свое, все натуральное. Все свое, да. И сыну, наверное, в Петербург отправляете, да, студент? Посылки первый год очень большие отправляли. Прямо, не знаю, коробки огромные. Но сейчас он уже освоился, вроде справляется. А, уже вырос, да? Уже вырос. Ну, первый год, наверное, родители больше волновались, чем же там сынечка питается. Первый год был самый сложный, и для меня, и для него сейчас уже легче. А вот скажите, для молодых семей какие советы вы дадите? Как прожить совместно так долго? Самое главное, это слушать друг друга. Слушать, уступать. Где-то промолчать. Не наговорить лишнего, да? Да, не наговорить в порыве, не наговорить лишнего. Уметь подойти, попросить прощения, если даже что-то случилось. А вот главное, чему выучите детей? Самое главное, это людей уважать. Вот как ты относишься к людям, так и люди к тебе будут относиться. Я в это очень верю, что это бумерангом возвращается. Вот это самое главное. Уважать людей, относиться хорошо, помогать людям. Откликаться всегда. Здорово. Своим собственным примером. Своим собственным примером, да. Больше детей никак не научишься. Вот как они видят наши отношения в семье, так они потом будут относиться к своим женам. В своей семье. В своей семье, да. Которую создадут. А вы чем занимаетесь? Кто вы по профессии? Я работаю водителем в частном магазине. Я медсестра. Профессии закончила колледж, у нас же. Уже с ребенком на руках закончила. Который вас и познакомил, да? Да. И мы видели фотографии, где у вас и на свадьбе 20 лет назад, и во время фарфоровой свидетели одни и те же. Одни и те же, да, конечно. Друзья, то есть с вами тоже по жизни идут. Да. Да. Вместе. Ну, мы справляли и 10 лет, мы отмечали розовую свадьбу. Тоже были. Просто не так торжественно. Тут мы ходили в ЗАГС даже. В ЗАГСе нас поздравили. Очень такое интересное мероприятие, оказывается, проводится у нас в ЗАГСе. По этому поводу. На юбилее свадьбы. Фотографии мы посмотрели, телезрителям показали. Всем гостям очень понравилось, и вот все сказали, что тоже будут теперь справлять юбилеи. Ваша была идея? Это была моя идея, да. Я очень хотела праздновать 20 лет. Еще раз побывать в ЗАГСе, да, все это почувствовать. А это как-то вот перезагружает, возможно... Отношения. Отношения. Конечно. Это как-то... Освежает. Опять трепетно, да, трепетно и освежает. И нам опять дали сертификат, и мы там опять расписывались в такой большой красивой книге. А вы вдвоем как-то время проводите? Или все время вместе с семьей? Вдвоем мы чаще всего в театр ходим. Театр любите? Ну, выход в театр. Детей мы не берем на взрослые спектакли. С мужем мы любим в театр ходить. Ну вот, что касается воспитания детей, да я у папы спрошу. Если у мамы есть свое мнение, и у вас свое мнение, вот как воспитывать детей, как вы приходите к консенсусу? Потому что это очень сложно. Да, я не знаю, как даже. Вы хотите поругать, а мама наоборот хочет пожалеть. Нет, если я ругаю за что-то, то мама к этому отношения никакого не имеет. Я уже не влажу. Да, не влазит в это. Если я считаю, что он не прав был, я потом уже без детей ему скажу, что вот тут где-то надо что-то подкорректировать. Но не при детях, да? Но не при детях, конечно, да. Это очень мудрый подход. Да, и самое главное, у детей потом, если вы не правы, надо подойти, попросить прощения. Обязательно. Да, и такое тоже бывает, конечно. Обязательно. Бывает в порыве где-то. Без этого никак. Чаще я, наверное, могу тоже где-то наругать, да. Но потом мне несложно подойти и сказать сыночка прости. Он знает, что мама вспыльчивая, и что тут же подойдет, и все у нас будет хорошо. Здорово. Спасибо вам большое, Анна Константин, Сонечка, Алеша, что пришли к нам сегодня в студии, поделились своими семейными традициями. Мы желаем вам бесконечного семейного счастья. Спасибо. Вот так же мы встретились с вами и на золотой, и на бриллиантовой свадьбе. Всего вам доброго. Спасибо, что пригласили. А мы продолжаем нашу передачу, и далее мы предлагаем вам посмотреть нашу традиционную рубрику «Следуй за мечтой». И куда же привела нашего героя сюжета его мечта. Привет всем из солнечного Кипра. Меня зовут Оля Якушева, и я хотела бы рассказать вам об этой удивительной стране. Сюда я приехала примерно месяц назад, и за это время отметила для себя некоторые моменты. В самом начале хотелось бы сказать о том, что местное население очень открытое и доброжелательное. Они с удивительной легкостью могут дать авто в аренду без дополнительных вопросов, не запирают входные двери и оставляют балкон открытым. Также могут выйти из машины и оставить ключи в зажигании. Киприоты ведут размеренный образ жизни, никуда не спешат. И интересный факт – то, что в среду и в пятницу у них укороченный день. А в субботу и воскресенье они так же, как и все остальные люди, отдыхают. На острове очень развит туризм, в связи с чем в основном киприоты работают только в летний сезон. На Кипре высокий уровень жизни, а также низкий уровень преступности. Основными достопримечательностями Кипра, конечно же, являются Средиземное море, а также многочисленные пляжи. Пляжи Кипра были удостоены почетным знаком голубой флаг, как самые чистые пляжи в мире. На улицах чисто и ухоженно, и при этом очень много кошек. Их завезли специально, поскольку ранее на острове отмечалось большое количество змей. Однако кошки справились с поставленной задачей, и, несмотря на это, киприоты не любят кошек, а больше предпочитают собак. Большую часть времени я провела в городе Айинапа, поскольку здесь есть все для отдыха. Красивые пляжи, море, улица баров, пейзажи, монастыри, водные виды спорта, дайвинг, храмы и многое другое. Специально на проектах город женщин. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Еще раз приветствуем в городе женщин. И, как мы говорили ранее, сегодня Международный день музеев. Этот праздник отмечается в 150 странах мира. Что же из себя представляет современный музей, и что интересного нам ожидать в этом году, в этот праздник, нам расскажут наши следующие гости. Сардана Посельская, заведующая научно-просветительским отделом Национального художественного музея Республики. И Надежда Матвеева, методист научно-просветительского отдела музея. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас поздравляем с вашим профессиональным праздником. Спасибо большое. Спасибо, что подошли к нам в студию, нашли время в этот, наверняка, очень насыщенный день. И вот работа музейного сотрудника, на первый взгляд, она такая незаметная. Из чего же она состоит? Что из себя представляет? Ну, первоначальная задача музеев, это, скорее всего, ну, не скорее всего, а сохранение культурного наследия, реставрация и хранение, научное исследование и популяризация. Но, так как мы работаем в научно-просветительском отделе, у нас есть современные подачи, собрания нашего музея. Это какие? Это у нас есть мобильное приложение Якутия Арт-музеем, да, с дополненной реальностью и с аудиогидом. Также мы проводим, у нас есть дополнительная услуга, есть в нашем музее, это квест-игра по нашему музею, именно тайный музей, которые как бы рассчитаны у нас как для детей, да, как для младшего, среднего, старшего звена, так же для взрослых. То есть люди очень любят не просто слушать экскурсию, да, они любят участвовать именно в процессе. Поэтому они ищут ответы, они ходят по залам, они дополнительно думают, и эффекта будет больше. Они делятся на команды, получается, еще командно играют. Ну, квест-музей, наверное, такое закладочное, мистическое, да? Сразу припоминаю фильм, да? Ну, а что уходит сейчас в музей? Вот наверняка дети тоже входят, да? Все категории граждан у нас ходят в музей, начиная со всем маленьких малышей, да, заканчивая там... Семьями ходят, да, у нас даже бывают занятия, детские сады у нас тоже бывают, посещают. То есть у нас аудитория, ну, аудитория у нас, широкая аудитория у нас получается. Какие экспозиции сейчас есть, что мы можем посмотреть? Ну, в данное время у нас есть постоянные экспозиции, и в данное время из временных выставок у нас работает проект, то есть реализуется проект «Раритеты Арктики. Народное декоративно-прикладное искусство». Также недавно открылась выставка народной мастерицы Волковой, вот, и у нас еще намечаются юбилейные выставки якутских художников в ближайшее время. У вас планируется сейчас мероприятие, да, очень важно? Да, в конце мая и в июне новые выставки будут. Все выставки мы анонсируем на нашем сайте, сахамзеем.ру, и в наших аккаунтах в социальных сетях. Такая насыщенная жизнь, да, это не то, что... Да, да, у нас на самом деле. А какая вот экспозиция пользуется наибольшей популярностью? Вы наверняка ведете какую-то статистику? Ну, скорее всего, все экспозиции, потому что постоянные экспозиции — это все-таки золотая коллекция. Не только нашего музея, это сокровища всей республики, где хранятся произведения, ну, профессиональных, скажем, да, якутских художников. Поэтому наша коллекция очень богатая, поэтому людям очень интересно, они очень интересуются. Вот есть такой стереотип, что музейные работники — это все-таки бабушки в этих платочках, а я смотрю, такие молодые красивые девушки. То есть молодежь приходит? Конечно, да, у нас очень молодой коллектив на самом деле. Отнюдь не так, как люди представляют. Да, как на самом деле представляют, и представляют тоже то, что там у нас все пылится, да, там бабушки засыпают. То есть картину повесили — все, думаю. На самом деле это очень трудоемкая работа. В этом вовлечены все сотрудники музея, начиная с хранителей, реставраторов, научных сотрудников, которые... Продолжники, оформители... Всю концепцию составляют, например, да, экспозиции, выставок и так далее. А что же будет... И после рекламы мы поговорим уже о ночи в музее, который будет уже буквально завтра. Вы смотрите «Город женщин». И сегодня, в Международный день музеев, к нам пришли в гости сотрудники Национального художественного музея «Сардана Посельская» и Надежда Матвеева. Девочки, расскажите, вот что в этот праздничный день вы подготовили? Ну, сегодня, в Международный день музеев, 18 мая, наше основное здание — Национальный художественный музей «Покирова-9». Два наших городских филиала — это картинная галерея академика Афанасия Осипова и галерея зарубежного искусства. Также наш выставочный зал. Мы всех приглашаем сегодня, у нас день открытых дверей, поэтому всю нашу экспозицию, все выставки, которые у нас сейчас проходят и представлены в наших залах, вы можете посетить абсолютно бесплатно. Мы работаем сегодня с 10 до 18.00. Всех приглашаем. Какая уникальная возможность. Да. Уникальная возможность. Ага, что еще? А Ночь музея будет завтра непосредственно? Ночь музея будет завтра, 19 мая. Какая программа там будет? Мы присоединяемся ко всероссийской акции «Ночь музеев-2018». По всем городам России в этот день, завтра будет проходить это мероприятие. Что там будет? Мы для наших... Со скольки часов начнется? Ночь музея начнется с 7 вечера до 11 часов вечера. И мы для своих посетителей подготовили интереснейшую насыщенную программу, посвященную Международному дню музеев. И тематика в этом году объявлена «Шедевр из запасников». Да, вот я знаю, что тематика по всей России одинаковая. Да, по всей России одинаковая. И мы должны придерживаться основной тематики Ночи музеев. Поэтому в этот день будут очень интересные лекции. Лекции будут рассказывать наши научные сотрудники, хранители музея. Будет представлено западноевропейское искусство 17 века. Это афорт Рембрандта. А также живопись венецианской школы 17 века жертвоприношения Авраама. Из русского искусства будет представлена картина английского художника Доу Джош. Вот портрет военного. Это вы прямо из запасников вытащили? Да, да. Это из нашей коллекции? И также будет искусство Якутии. А с детьми можно прийти на ночь? Да, с детьми можно прийти. У нас будет специально работать детская зона для самых наших маленьких посетителей. Будет работать традиционный якутский арбат, где все желающие могут заказать свои портреты. Будет работать мастерская художника Art Hall по руководству Наташи Гаврилевой. Это проект нашего музея. И вы можете создать копии шедевров мирового изобразительного искусства. А в ночь музея, это как это? Всю ночь в музее ходили гулять? Или со скольки это будет? Да, 11. В 7 вечера. И мы всем нашим гостям раздадим программу. И все это будет идти параллельно, потому что много что происходит. Отдельно будет музыкальный блог, отдельно будет проходить традиционный розыгрыш по входным билетам, где будут разыгрываться ценные призы от наших спонсоров. Здорово! Программа такая, прям сразу чувствуется насыщенная. Да, у нас полная программа, она у нас на сайте нашего музея, Сахамузеем, собачка. Также в дневниках Сахамузеем, а также в социальные сети, мы тоже везде опубликовали. В инстаграм-аккаунте вы можете найти нас по хэштегу Сахамузеем1928. Ну, такие современные, прям чувствуется, что коллектив, да, в музее такой, прям продвинутый, да. И жизнь прям сопит. Стараемся, потому что все же сейчас, да, пользуются социальными сетями и так далее. И время диктует идти. Да, конечно, да. Много со временем, поэтому мы везде. Много со временем. И вы сегодня можете поздравить своих коллег с Международным днем музея. Мы предоставляем вам такую возможность. Ну, мы от нашего музея хотим поздравить все музейное сообщество Якутии с нашим профессиональным праздником. Международным днем музеев. Все. Да, и мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям. Спасибо. Спасибо вам, девушки, что подошли сегодня к нам в студию. Мы желаем вам плодотворной работы, еще больше креативных идей и побольше благодарных посетителей и интересных экспозиций. Спасибо большое. Дорогие телезрители, а далее вас ждет наша традиционная рубрика «Полезный Инстаграм» с Аргаланой Амосовой. С вами рубрика «Полезный Инстаграм». И сегодня мы с вами разберем вопрос, почему же нужен Инстаграм-аккаунт бизнеса. Да, сейчас уже нет вопроса, нужно ли заводить аккаунт, не нужно. Нужно заводить аккаунт всем, потому что это то связующее звено. Вот вы, вот ваши клиенты, да, и благодаря именно вашему Инстаграм-аккаунту вы можете как-то познакомиться. Да, и бывает так, что, например, компания ведет очень классный свой аккаунт, и даже их подписчики становятся их друзьями, их клиентами. Но чтобы это случилось, вы должны грамотно оформить свой аккаунт. Вы должны объяснить, кто вы, что вы, а то я часто, вот как именно специалист в этой области, вижу то, что очень замечательные компании, ну, просто не очень грамотно оформляют аккаунт, делают непонятно аватарку, да, не делают там, не ставят свои контакты. И получается то, что у них Инстаграм работает как-то, ну, отдельно и вообще неэффективен. И если у вас есть какие-то вопросы, да, если вам кажется, что Инстаграм это нечто совсем непонятное, или у вас нет времени, вы можете обратиться ко мне, пишите мне в директ, и я вас проконсультирую. А сейчас я хочу вас познакомить с яркой девушкой, да, которая благодаря Инстаграму очень активно развивает свою компанию. Ее зовут Екатерина Макарова, она совладелец магазина Еврочехол, собственник интернет-магазина эксклюзивных шоколадных наборов Шоколана и многодетная мама. И мы сейчас в ней узнаем, как же Инстаграм помогает развиваться ее бизнесу. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. Добрый день. Как раз вы выглядите. Спасибо. Ну вот, расскажите, я честно, я смотрела ваш аккаунт, мне сразу захотелось у вас заказать этот вкуснейший шоколад. Расскажите, вот это, ну, ваш основной источник рекламы, да? Да, Инстаграм сейчас, ну, очень популярен, да, и очень много заказов поступает именно через Инстаграм, и потом уже в дальнейшем клиенты становятся постоянными, и очень много повторных заказов. Это как сарфан на радио в наше время? Да. А вы сами ведете, как вы придумываете вообще контент, как вы, откуда вы черпаете вдохновение, да, чтобы делать такие красивые фотографии? Ой, на самом деле это большой труд. Как такового контент-плана у меня нет, но я, конечно же, к этому стремлюсь, особенно сейчас. Инстаграм с каждым днем становится все сложнее, реально, повлеченность все ниже. Да, вот я каждое утро просыпаюсь и понимаю, что в Инстаграме снова что-то случилось. Да. Там каждый раз какие-то обновления, там кнопочки, все это, что появляется, да? А мне вот интересно, да, почему шоколад? Почему вдруг решили заниматься шоколадом? Ну, вообще я сама очень люблю шоколад, и была такая идея, да, что было бы классно составлять шоколадные послания. Вот, и я начала мониторить рынок, и вот нашла таких классных ребят, которые именно производят шоколадные вот буквы. И мы как раз сейчас на экране видим примеры ваших работ. Да, вот сейчас как раз скоро выпускные в детских садах и в школах, и сейчас это прям актуально, уже пошли большие заказы. Вот, и именно получить такое послание, если оно еще будет индивидуальное, адресное, это вообще очень приятно. Шоколад очень вкусный, и из-за этого у меня очень много постоянных клиентов, которые постоянно заказывают, и которые вообще, ну, очень рады, да? Это такая сладкая открыточка, получается. Как хорошо, что вы сегодня у нас в студии, да, вот у меня выпускной у ребенка 24 мая. Я успею у вас уже заказать, или у вас все забито уже? Вы успеваете заказать, да. Саргалана решила убить ее в детских садах. Да, я закажу платье, закажу шоколад, да, и все будут довольны и готовы уже к выпускному, да? Да, да, да. Скажите, а вот что за шоколад там? Состав какой? Шоколад, бельгийский шоколад Барри Калибаут. Это очень вкусный, настоящий шоколад. А чем он отличается от фабричных? Там, это натуральное какао-масло. Откуда везете? Вообще, я партнер проекта в городе Якутске. По России сейчас у нас 13 партнеров. В 13 городах, да? А создатель именно проекта находится в Барнауле. Это муж с женой Алексея Илана. Кстати, название фирмы шоколана, это в честь жены, да, назвали? А мы думали, это что-то якутское. Лана, имя Якутска. Нет, это девушка Лана. И орнамент такой напоминает якутские узоры. И я оттуда заказываю алфавит. Там в профессиональном цехе вручную это все изготавливают. Я, кстати, ездила туда недавно на экскурсию, скажем так, да? Лично убедились, да? Я ознакомилась лично с ребятами, лично ознакомилась именно с производством, как производят. А аппаратуру они где заказывают? А аппаратуру, чтобы делать? Вообще, Алексей очень такой умный парень, да? И когда они решили с женой создать эту фирму, они начали мониторить рынок. И все оборудование, например, шоколадное в России, оно завозят из Италии. И, естественно, очень дорогое. И чтобы очень сильно удорожало производство. Из-за этого Алексей сам производит оборудование, тоже под маркой шоколада. Да, сам продумывает и сам производит оборудование. И, естественно, за счет этого у нас цены демократичные, скажем так. Потому что используем самое дорогое сырье. А вот я знаю, что есть максимальный, это большой, размер где 49 шоколада. А есть еще самый маленький. Какие можно наборы у вас? Как митка шоколада есть размер? Давайте я вот сразу покажу, да, наглядно. Я вам принесла подарок, скажем так. Вот. Можете заказать любую фразу. А для вас я вот изготовила, вот собрала такой набор. Город женщин. Спасибо вам большое. Очень-очень красиво. Спасибо, и цветочки наши любимые. А какая была самая оригинальная надпись у вас, заказчиков? Ой, заказывают вообще очень много разных фраз. Я вообще очень рада, что в нашем городе, в нашей республике столько прекрасных людей. И все хотят сделать приятное своим близким людям. И не только близким людям, да, там, педагогам, там, врачам, вообще, там, ну, каким-то людям, да. Благодарность. Да, благодарность. И вообще очень много разных фраз заказывают. Ну, такие самые оригинальные, наверное, это, ну, там, какие-то милые прозвища, да. Там, я тебя люблю, кто-то, там, пряничек. Или, вот, или, там, ты скоро станешь папой, выходи за меня замуж. У нас, когда по-моему, все равно еще такая работа. И вы такая, чувствуете, да, причастность к такому семейному событию? Да, это очень приятно. Вы, наверное, очень радость все рассказываете. Ура, ура, да. Да, прям такое, ну, радостью наполняет вот именно, что как бы сопричастно, да, к такому. А вы с доставкой же, да, на дом? Да. Как можно заказать у вас? То есть у меня интернет-магазин, получается, в Инстаграме, есть точка выдачи. Ну, также есть услуга доставки на дом. Еще, кстати, заказывают из крупных, ну, например, из центральных городов заказывают, чтобы я сделала доставку, да. И отправили туда, да. Да, это в основном мамам заказывают. А если я утром резко захотела вечером сделать такой, ну, приятный презент, это возможно? Давайте ответ на это мы услышим сразу после рекламы. Две минуты, никуда не переключайтесь. Вы смотрите передача «Город женщин». И до рекламы я задала вопрос, да, специально для таких, как я, да, потому что я всегда все забываю. И если утром я вдруг вспоминаю, что вечером мне нужен подарок, возможно, за сутки, даже не сутки, там, сколько, 8-10 часов, да, заказать у вас такой презент. Ну, вообще, заказ, конечно, оформлять заранее, да, но минимум за день. Ну, если вы хотите в день-день заказать, это уже будет зависеть от загруженности, да, потому что каждый все равно набор собирается индивидуально, это все равно требует какого-то времени. Вот. Творческого подхода. Если закажете, то уже, ну, точно получите, а если в день-день, то... Там уже индивидуально подход, да? Да, там уже индивидуально, да. А вот такие буковки красивые, а якутские буквы есть? Вот сейчас, ну, в дальнейшем, да, у нас будет ребрендинг, кстати, и еще я собираюсь заказать якутские буквы специально, чтобы именно для меня... Это будет просто хит. Да, это просто супер. А расскажите вот про начинки, какие бывают начинки? С орешками, с миндалем, я вижу, да? Да. Коешки все навоскрили ушки. Да, мы так все и сразу приблизились, да. Ну, вообще, вот макет, да, можно согласовать с заказчиком, то есть по его желанию оформить, да? Можно возьмем убродки? Да, конечно, возьмите. И разные начинки можно заказать. Тут белый шоколад с миндалем, белый шоколад с вяленой вишенкой. А вот это вишенка, да? Да, это вишенка, да. Это кокос, вот посыпка, да? Да, кокос с печеньем есть шоколадский, да? А где он, покажите мне, где с печеньем. Вот такие шоколадки, да. То есть от вкусовых предпочтений тоже зависит, да, как вы... Ну, учитывай. А розовый? Да, по желанию. А розовый они с каким вкусом? Розовый со вкусом клубники, зеленый со вкусом лайма и оранжевый со вкусом апельсина. Ух ты, здорово. Здорово. Очень, я даже не знала, что такие шоколадки бывают со вкусом лайма, апельсина. Ничего себе. А какие вкусы еще? И самый необычный какой. Это вот... Это лайм, да? Да. А, ну классно. Я никогда не пробовала шоколад с вкусом лайма. А вы когда открылись? Скажите, вы нас занимаетесь? Я начала заниматься этим направлением с августа прошлого года. То есть меньше года. И уже такой большой успех, я хочу сказать. Спасибо большое. Потому что я сама у вас лично тоже заказывала для своих детей. Мне очень понравилось. Спасибо. Такой вкусный. Запах, да? Запах настоящего шоколада. Совсем другой. Еле удерживаюсь, чтобы я все здесь, когда собираю сама. Почему вы решили заниматься именно таким бизнесом, как шоколад? Ну, это как бы одно из моих направлений. Вообще у меня была такая идея, я уже говорила про это. И я сама тоже очень люблю шоколад. И считаю, что это вообще прекрасный подарок. И я хочу сказать, что прямо вам очень идет. Да? Вот прямо видно, что вы очень любите, то, чем вы занимаетесь. А как вы совмещаете? Вот вы многодетная мама, у вас трое детей, еще и бизнес, еще и работа. Как вы все совмещаете, успеваете? Кто-то поделитесь секретом? Ну, стараюсь, скажем так. Вообще, как-то так получилось, что не могу сидеть на месте. Да, всегда охота чем-то заниматься. И это как мое хобби. Нет, а я захочу задать встречный вопрос. Как вы своих детей удерживаете от шоколада? Ну, у меня получается офис же под шоколад. Домой вы не везете. А ваши дети подозревают, что вы шоколадная фея? Да, конечно, они про это знают. Очень долгое время они знали про это, но не пробовали. Как хорошо мама работает. Я сейчас старшим детям, маленькая, еще маленькая, но хотя она тоже пробовала. Старшим детям я дарила именно шоколадки. И они были прямо очень довольны. Они просят, а мам, привези нам с работы еще наборчик, еще шоколадки. Ну, бывает, просят, но они уже привыкли. Да, и я, конечно, их угощаю иногда. Катерина, расскажите еще, какие у вас планы в будущем? Ну, как я рассказала, нас ожидает ребрендинг, и еще будет расширение линейки товара. Ну, пока не буду говорить, что это будет, но, естественно, это будет связано с шоколадом. Еще в других городах будете открываться, да? Да, недавно мы открыли еще филиал, скажем так, в Санкт-Петербурге вместе с подругой. И там начинаем развитие проекта. А куда самое дальнее вы отправляли заказ? Такую сладкую валентинку-открыточку. Да, кстати, вообще очень много заказывают в разные города, с собой увозят как презент. А самые дальние это была Франция, во Францию увозили, и Индия. Ничего себе. А вы лусы отправляете? Ну, когда заказывают из лусов, да, отправляем, конечно. То есть география у вас, прям, смотрю, обширная. Да, и еще дальнейшие планы, да, очень мощные. Да, вам надо еще рубрику сделать, да, «Наш шоколад путешествует» и попросить, чтобы они фоткались в фоне других мест с вашим шоколадом. Да, с каким-то хэштегом. Да, 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 это будет очень здорово. «Шоколада в мире». Да, это та ситуация, когда шоколад путешествует больше тебя. А как правильно хранить шоколад? Все-таки в холодильнике или же в каком-то темном месте? Есть какие-то рекомендации? Вообще шоколад, да, натуральный шоколад из натурального какого масла, он имеет, ну, хороший срок хранения, но, естественно, при соблюдении условий хранения. Это при 18 градусах 8 месяцев. А так, если вы заказы заказали заранее, то 2 недели можете хранить просто в шкафу. Главное удержаться и самой не съесть. Это вот самый большой набор, да, который... Да, это самый большой набор. Есть еще маленький, компактный и среднеуниверсальный, а это самый большой, шикарный набор. Здорово, мы видим, что прям шикарный. Все ценники мы со всем можем ознакомиться на вашей странице, да? Да. С набором. То есть, если мы хотим заказать какой-то набор, мы заходим на Инстаграм-страницу, да, и делаем заказ там, либо по телефону. Да, можете позвонить, написать. И потом забираем в точки доступа, в точки выдачи заказа. В точки выдачи, она где находится? В торговом центре «Апельсин». Понятно. Ну и для тех, кто не может выехать, есть доставка на дом. Доставка есть, да? Да, доставка есть. Ага. Хорошо. Все адреса телефона вы видели на своих экранах, дорогие телезрители, так что скорее заказывайте на носу выпускные. Наша Саргалана уже заказала во время рекламы, уже оформила. Так что успевайте, чтобы вовремя у вас были ваши сладкие открыточки. Катерина, мы вам желаем удачи, чтобы все ваши планы воплотились, вошли в жизнь. Мы смотрим, вы такая девушка деятельная, чтобы вы шли дальше так же уверенно и развивались. Спасибо большое. Всего вам доброго. Ну, а вы продолжаете смотреть передачу «Город женщин», и я хотела показать свои итоги рубрики «Фабрика идей». Я сегодня делала летние по-настоящему морском стиле браслеты из полимерной глины. Я вылепила бусины, сделала в них отверстия, выпекла их в духовке при температуре 130 градусов, буквально 10 минут. Главное, не передержать, потому что белые бусины потом станут в бежевые. Ага, цвет поменяет. И я на губочки вот так посадила, на зубочистки шарики, бусинки, для того, чтобы они свою форму не потеряли. Девочки, можете посмотреть, потрогать. При желании можно покрасить лаком, но мне больше нравится матовый вариант, поэтому я оставила все так, как есть. Я добавила сюда украшения, вот, и получился такой морском стиле браслетик. Как вам, нравится? Да. Хорошо, все уметь, а? Да, и еще хотела сказать, что полимерная глина хранится в течение 5 лет. Вы можете ее так в пакетик положить, и с ней ничего абсолютно не случится. Какая красота, как всегда, вот наша Юлиана, дорогие телезрители. А на этом и ноте мы с вами прощаемся. Оставайтесь с нами каждый день по будням в 12.30. Смотрите «Город женщин». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова